В одном из самых живописных уголков Аббатского района на берегу озера Марухи раскинулась база отдыха. Главная ее особенность – здесь все сделано руками директора. Есть несколько оборудованных зон для отдыха на природе. Все они выполнены из дерева. Все должно остаться природным. Именно природным. Никакого и брусчатки, никакого сайдинга. Все должно быть в естественном. И даже вот эти все изделия, которые сделаны, чтобы было все естественное. Чистое дерево. Люди приезжают со своими палатками. Если нет палаток, мы сами им предоставляем палатки. Они живут 2-3 дня в чистом, обработанном месте, безопасном. Зоны отдыха распределены по территории так, чтобы туристы не мешали друг другу. Здесь отмечают дни рождения, выпускные и даже свадьбы. В летнее время здесь планируют проводить экскурсии на квадроциклах, а зимой на снегоходах. А сейчас гости Аббатского района могут еще и познакомиться с символом этого места – мамонтом. У нас даже на территории района есть региональный памятник, природный памятник палеонтологического значения. Называется он «Гусиный остров». В этом месте были найдены останки 18 доисторических животных. И останков мамонта, вот они были в большем количестве. Более того, на территории нашего района нашли кости мамонта, так скажем, самого молодого. В самом селе Аббатском также стараются сделать все для привлечения туристов. Местная пекарня работает круглосуточно, так что всегда готова накормить гостей свежей выпечкой. На сегодняшний день самое перспективное развитие – это развитие туризма. И для этого в нашем комплексе мы создали все условия. У нас не только это производство. Производство хлебобулочных изделий. На сегодня мы выпекаем где-то порядка двух тонн в день. Это еще и гостиница. Это стоянка. В пекарне готовят около 70 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Новинка – пряники с изображением символа района. Рецепт секретный. Это сладкая визитная карточка нашего района. Пряник мамонт. Состав мы не можем вам рассказать. Единственное, что в него входит – это наш аббатский натуральный мед. Можно сказать, что это наш ответ тульскому прянику. Такой сувенир уже пришелся по вкусу туристам. Мария Рянина, Алексей Безделов, Леонид Ализаревич, Тюменская служба новостей.